Каникулы Сегодня эти девочки выполняют те комбинации, что всего несколько лет назад считались потолком сложности в мужской программе. Первая задача спортсмена – сделать послушным тело. У них украшение тела начинается с отказа от таких девчоночек радостей, как конфеты, варенье, мороженое. Страдания во имя любви, любви к гимнастике. Они маленькие, но они все разные. Я их всех люблю. Это как мать любит всех своих детей, небольших и маленьких. С установившимся характером и с трудом. Те, которые на подступах к мастерству, они мне также очень дороги. И сейчас сменилась вся сборная Советского Союза. Совсем новые девочки и небольшого роста. Они у нас, в общем, простые, милые, чудесные девчонки, которые им все человеческое не чуждо. Они хотят быть прелестными, высокими, красивыми. И мы их вытягиваем как можем. И будут они у нас такие. Они у нас обязательно будут самые красивые на свете. Здесь, в сборной, вот эти девочки, маленькие девочки, которые необычайно рискуют здесь на тренировках, изучая все новые. Это новые элементы. Эти сложные трюки, которые не под силу, пожалуй, тем, кто работает в простых детских спортшколах. Именно задают тон вот эти маленькие девочки. Любим за то, что они любят риск, смелость, воплощают наши идеи за их самопожертвование. Жизнь утверждения через сложность. Десять, может быть, самых трудных дней их года. Тренировочный сбор перед международным турниром. Здесь и постоянные тренеры чемпионок, и тренеры сборных. Сегодня то же, что вчера. Завтра то же, что сегодня. Чтобы сделать неповторимое, нужно бесчетное число раз повторить известное. Шири шат направляющие. Вы ведете всю команду. Поприветствуем. Оп! Молодцы. Не пропадать не должна ни на секунду. Самые красивые девочки у меня в мире. Самые красивые. Молодцы. Не отставай. И хоп, хоп. Кокетничайте, пожалуйста. И полегче, полегче. Руки в стороны. Раз, два. Оп! Умницы. Шаг в сторону. Раз и два. Три. Как одна. Оп! Соображайте. Старший тренер сборной Аман Шаниязов. Михаил Клименко тренирует Елену Мухину. Чемпионку Европы 1977 года. Относишься к нему вроде так, пустя рукава. А он еще далеко не готов. Нет того, чтобы ты ежедневно на каждой тренировке это все повторяла. Не согласны? Согласна. Почему ты иногда сопротивляешься? Дуешься, плачешь. Это ж тяжело. Ну, просто тяжело. Значит, с этим мириться можно. Поэтому ты плачешь. Надя Каманечи преподнесла такой урок в 1975 году на чемпионате Европы. Вышла и показала упражнение сильнее, чем у наших лидеров. Показала и выиграла. То есть мы уже не являлись законодателями трудностей на международной арене, а сравнялись. То есть и румыны могли показывать сложные программы, какие-то новые элементы. Какова твоя программа, как она готова, как ее довести до кондиции. Чистить много. Много чистить. Занятие ведет хореограф сборной Лилия Соколова. Разозлилась. 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 Никакого равнодушия. И нет, и не будет. Нет, строгнуть надо. А ты мне. Лютики. Чего смеешься? Смеешься, будешь еще делать. Евсей Дальевич, нам стыдно, но мы еще пойдем. Ладно, Занька, давай отдохни и все-таки сделай, сделай. Консультант сборной Владимир Заглада. Тренер Геннадий Коршунов. И для них тренер не просто тренер, он для нее и отец. Он для нее наставник, он для нее помощник, он для нее и мать. Заменяет всех, а особенно в женской гимнастике, в основном сейчас много мужчин-тренеров. Каждое лживое слово для нее здесь, и лживое слово в обиходе, это приносит губительную реакцию. Если тренер когда-нибудь кажется не то слово, а кажется лживым, понимаете, нечестным, и гимнастка это почувствует, тренеру кажется, что он замаскировался, но гимнастки очень тонко чувствуют тренера, они его знают, они ему верят. И они тоже меняются, понимаете, в худшую сторону. Действительно, в грязных руках цветы вянут. А гимнастка и тренер этот, как в природе, на благоприятной почве цветы растут. Если относиться к ребенку без уважения, он это почувствует и результата не будет. И все-таки они остаются детьми, у них и радость, и шалость остаются. Они бывают и немножко обидчивые, не по делу. Все, что говоришь, все, что пытаешься им передать свое, в них остается. Вот зернышки эти прорастают. Вот приятно с ними работать тогда, когда они остаются детьми и остаются именно девочками, когда они улыбаются. Вот это совсем другие люди. Они здесь работают. Для них это тяжелый труд. А уже когда они не работают, они становятся самими собой. Так вот, я всегда в своей работе пытаюсь, чтобы они к этой работе относились как к красивой игре, которая бы пробудила в них прекрасное, что мы привыкли видеть. Например, Маша Филатова, радостный ребенок, она с ней легко. Она всегда легкая в работе. Она идет всегда навстречу. Вы открываете в ней каждый день что-то новое. А не каждый ребенок. Во-первых, они проходят большую нагрузку физическую. Плюс еще от рождения. Так же бывает у ребенка, которому чаще хочется погрустить. А грустить у нас нельзя. И все-таки мы находим подход к какой-то лирической теме. Я думаю, здесь какая-то специфическая красота в том, что я пытаюсь объяснить им, что это будет самое-самое красивое. Что это будет самое оригинальное. Это будет необычная красота. Это именно будет изюминка всей комбинации. Что это украсит не только тебя, но украсит всю нашу общую гимнастику. Взять петлю, корпус с пируэтом. Ты посмотри, ты ее начала осваивать два года назад. И до этого нет такой уверенности, чтобы ты спокойно подошла и когда надо всегда сделала с натянутыми ногами. Ты то берешься, то не берешься. Делаешь себе массу поблажек в тренировке. Тренер по гимнастике, танцкий труд. Я даже не вижу другого вида спорта. А женщинам вообще тяжело работать. Ты порой даже страхуешь, страхуешь. И то думаешь, а задаешь себе мыслью, а сможешь ли ты обеспечить страховку. На случай неудачного исполнения. Разве можно эти вещи допускать? Нельзя. Потому что это или быть, или не быть. Плахать не будем больше? Или будем? А как же, без слез, да? Не знаю, мне иногда легче становится. Когда ты поплачешь? Да. Но если мы будем знать, что это действительно помогает твоей работе, будем прямо планировать слезы в каком-то подходе или после какого-то подхода. Но мы будем знать, что ты все равно это сделаешь. Это тебе только помогает. Это как нахладки магнезии. Немножко сырости и вперед. Это, пожалуй, самое трудное. Когда таланта, трудолюбие, любви к гимнастике, всех этих качеств оказывается недостаточно для того, чтобы просто начать. Находится множество пустяшных дел, чтобы отдалить этот миг. Сколько раз спортсмену приходится побеждать себя. Его жизнь можно сравнить с лодкой, плывущей против течения. Стоит на мгновение перестать грести, и ее понесет назад. Кажется, эта комбинация не получится никогда. И тут тебе никто не поможет. Исполнить комбинацию можешь только ты сама. Кажется, эта комбинация не получится. 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 Евсей Веврик. Сюда не талантливые попадали. Мне нравится наблюдать развитие этого таланта. И в гимнастическом плане, и в человеческом. Они просто хорошие девочки. Ведь у них сложное довольно положение. Особенно перед крупными соревнованиями. Это необходимость общаться все время, ежедневно, ежечасно. Общаться с своей самой большой соперницей, которую ты должна обыграть, и тебе говорят. Все-таки они остаются хорошими. Они честно борются, в них борьба честная. Они пакости не делают друг другу. И потом мне нравится, как в них развивается талант, развивается артистичность. И мне нравится способствовать этому. Каждый раз у нас премьера. Я играю как бы впервые. Она актриса. Правда, актрисы вообще-то не делают двойных сальто. А ей приходится делать двойное сальто. Мы вместе делаем одно дело. У нас ансамбль ведь. Я должен знать, в каком она настроении. У меня всегда должно быть хорошее настроение. И даже когда у нее плохое, то я должен ее зажечь. Я ей должен помочь. Я ей должен воодушевить. В идеале должно быть это, когда я просто дышу вместе с ней. Если она упадет, то я просто испытываю даже физическую боль. Поярче, поярче. Вот точечка есть маленькая в конце письма, а есть мух, точка. Знаешь, со злой сидела, эх, точку жирную. Ну-ка, такую точку мне поставь. Падаешь, 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 точка. Ну так это совсем другое дело. Да-да, да-да. Во-первых, падение идет, голова вверх. Надо успеть, нерв, нерв, нерв. Жирную точку, оп, нерв, сейчас нет. Ты будешь у меня вот с такой ногой, будешь стоять полчаса. Давай вторую попытку, чтобы только все чисто. И не зги меня. По всем правилам, все знаете. Только не делаете. А ты понимаешь, ну больше еще этих чувств. Вот ты представляешь, что среди зрителей тысячи там найдутся люди, которые тебя влюбят сюда. Как будто доехал. Да. Руки, 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 это твой разговор. Разговор о жизни руками. Вот эту радость, неожиданную, замерла. И неожиданно она входит в твой дом. Резко раз протестуешь ты против смерти. И не будет ее, не будет. Вот хорошо на руки сейчас положила отдельно. Полное. Вот сейчас стой и уже вся перевоплощайся. Вот в этом все наше с тобой мастерство. Если я тебя этому научу, значит все, ты настоящая будешь. Большая гимнастика. Акробатический трюк – изюминка сегодняшней гимнастики. Но он ни в коем случае не должен стать самоцелью. Ведь жест есть не движение тела, а движение души. Научить девочек раскрывать себя на гимнастическом помосте – пожалуй, задача главная. Акробатический трюк – изюминка сегодняшней гимнастики. Акробатический трюк – изюминка сегодняшней гимнастики. Главное – это вот, понимаете, больше сейчас успеть. Красивее сделать их сейчас, и от этого они станут красивее потом. Если не успеть сейчас, то потом уже не наверстаешь это. Тренер должен стараться сделать все возможное для того, чтобы обогатить гимнастику. Они сами по себе непростые люди. Да, они сами. Они особенные люди тогда, когда вы предлагаете учить и говорите, что этого еще никто никогда не делал. Вот здесь она будет стараться, тут в ней пробуждается и работоспособность гигантская все. Только то, что она будет первой. Значит, в ней где-то внутри, в душе это заложено. Хоть где быть первой, пусть в чем-то, но быть первой. Девочки более ответственно относятся к себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, сделала бы спокойно, бросила, да и тренировалась бы одна. Я же тебе порой даже предоставляю такую возможность, когда ты меня видеть не можешь. Я же это замечаю. Ну, я не могу. Ну, как, почему? Почему-то иногда не так отвечаешь, как должно было быть. Тяжело, говоришь. Вот от того, что тяжело, поэтому хочется сорваться. Потом мое лицо каждый день видишь. Утром видишь, вечером видишь, да еще воскресенье иногда. Ну, не знаю, наверное, устаешь. А иногда ты настолько устаешь, что ты даже, ну, на второй тренировке не повторяешь эти элементы. Не повторяешь день, не повторяешь два, а потом уже и чувство пропадает. Как, тяжело тебе заниматься такой гимнастикой? Все время тренер требует, давай, 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 такой нехороший. А как иначе-то? Иначе надо отказаться от тех мыслей, от тех задач, которые я поставила перед собой. И заниматься гимнастикой просто пришла в зал, позанималась, типа зарядки. Дети есть дети. Сберечь в них детство. Это тоже главное для тренера. Сберечь в них детство. Сберечь в них детство. Вот здесь вот. Потанцуйте вместе, а я пучусь. Я, кстати, меринки не могу делать, как город Матонин. Блестяще делает. После первой пикой, кстати, потом делаю. Вот такое. И после прыжков я хочу в разбег вот это чуть-чуть ставить. Нам его там не хватает. Ну, попробуй, 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 попробуй. Не хочешь? Получается. Нам уже осталось с тобой очень немножко. Нам бы эту пружиночку, эту непосредственность, и все было бы в порядке. Вот. Давайте так, действительно. И будет вообще все прекрасно. Должен будет этот железный... Уже забудешься. Причем ты при этом свободная совершенно, свободная. И вот эта свобода на фоне твоей сумасшедшей акробатики должна быть. Понимаешь? Идея упражнения. Вот ведь в чем. Не просто потому, что надо сам бы танцевать. А что ты умеешь сочетать эту свободу вот с такой акробатикой. Бревно. Десятисантиметровая дорожка на метровой высоте. То, что показывают на этом снаряде девочки, несколько лет назад спортсмены не рисковали исполнить и на просторном ковре. Кому такие подходы нужны за твое время с таким поворотом? Все объясняли. Тамар Иванович говорил, как делать поворот. Что главное в этом повороте? Можно не учить этому элементу. А человек, если знает, ему надо свой, то подумай, какие отправные точки есть. Кровать принести что-то? Пришла работа? Значит, работай. Работай, трудись. Готовьтесь на тренировку. Тебе подсказывать даже не хочется ничего. С таким отношением. Движение, пение, мужество. Критически подойди к тебе. Смотри, смотреть не на что. Рассыпаюсь как. Каждый день тренировок для них праздник. Однако в горячке напряженной работы, как перед экзаменом, порой сдают нервы. Но, правда же, какая семья без ссор? Какой тренер без жесткости? Владислав Растороцкий, наставник прославленной Людмилы Турищевой, подготовил новую чемпионку страны Наталью Шапошникову. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы удивляемся их героизму, их подвигу, тому, что они могут выжить из себя. И очень часто мы бываем неподготовлены к этому. И всегда нам, нам вначале необходимо преодолеть себя, для того, чтобы показать гимнасткам, чтобы они были уверены в своих силах. Ну, а зачастую ситуация меняется. Они нас уверяют в своих силах. И посредством этих девочек мы начинаем верить в свои силы. Они открывают и нас. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда из десятков повторов складываются сотни, а нужного результата нет, человека начинает разъедать ощущение ненужности, бессмысленности работы. И тогда все решает воля, характер. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если артист после первого спектакля еще может что-то исправить в игре, то спортсмен лучший вариант исполнения должен показать уже на премьере. Вот она, неподдававшаяся петля Корбута с пируэтом. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok